Программа «Таблетка» не сотрудничает с фармацевтическими компаниями и медицинскими центрами и работает только в интересах телезрителей. Когда-то я был студентом театрального института, и мы со своими однокурсниками решили устроить нашему преподавателю, народному артисту, ученику Станиславского Немировича Данченко сюрприз. На его юбилей мы в аудитории накрыли стол, шпроты, колбаса, икра. Всего этого было тогда не достать. Преподаватель очень обрадовался, но когда сел за стол, достал из сумки банку с гречкой и сказал «Спасибо, но моя поджелудочная железа себе не изменяет». Панкреатит – тема нашей программы. И я с вами Стас Садальский в программе «Таблетка». Сейчас придет человек, который говорит, что голодание. Можно с утра до вечера заниматься. Александр Барвинский. Видно по-моему, что вы практикуете голодание. Голодание ради здоровья. Мы практикуем, но голодание, оно предполагает определенные периоды, после которых идет период нормального полноценного питания. Но жуткий характер после этого, после голодания. Абсолютно нет. Злой на весь мир. Нет, нет, нет. Во-первых, когда мы говорим про голодание, мы говорим про разгрузочную диетическую терапию. Это вполне конкретная медицинская методика, которая предполагает период голода, то есть период разгрузочный, и период выхода из голода, то есть период диетический. Никак иначе. На данном этапе с нашим пациентом Кириллом сроки разгрузочной диетической терапии мы можем применять только небольшие. Ну сколько это? Ну до трёх дней. В дальнейшем при стабилизации состояния ему можно назначить более серьёзные сроки, то есть в районе семи дней. Александр, а вот скажите нашим зрителям, сейчас кто-нибудь посмотрит, подумает, как здорово, не надо тратиться на еду, на таблетки, а не поголодать ли мне для улучшения здоровья? Вот что вы можете сказать таким людям? Семидневные сроки для большинства людей это абсолютно нормальные сроки, это вообще средний терапевтический срок. Люся, скажите, да, нет? Ну два дня я бы разрешила Кириллу. Два-три дня. Два-три дня для него будет нормально, и он перенесёт спокойно. Люся, я счастлив, что вы пришли на нашу программу. Какое лечение вы рекомендуете? На первом этапе лечения, помимо диеты, про которую здесь очень много говорили, я рекомендую Кириллу принимать кишечный спазмолитик, дюспаталин по одной таблетке два раза в день за 20-30 минут до еды, он будет принимать две недели, амепрозол по одной таблетке два раза в день, первую утром натощак, вторую на ночь две недели. Возьмёте его к себе? Возьмем. Спасибо, дорогая. При симптомах острого панкреатита нужно срочно вызвать скорую. Голодать при остром панкреатите можно не больше двух-трёх дней. При панкреатите в первую очередь необходимо исключить алкоголь. Чтобы избежать воспаления поджелудочной железы, нужно ограничить потребление алкоголя, жирной и острой пищи. Не нужно покупать лекарства без рекомендации врача. Субтитры создавал DimaTorzok